Аперштаб по профилактике распространения COVID-19 заявил о новых ограничительных мерах в регионе. Из-за неблагоприятной эпидситуации запрещаются массовые мероприятия с численностью 50 и выше человек. Распространение птичьего гриппа можно остановить, если вовремя обнаружить инфекцию. Как это сделать, рассказали специалисты управления ветеринарией Алтайского края. Представители Барнаульского ипподрома ответили на претензии жителей дома, который расположен на территории конно-спортивного комплекса. Ранее мы рассказывали о том, что людям выдвинули требования построить собственную дорогу. Подробности в выпуске. Оперштаб по профилактике распространения COVID-19 заявил о новых ограничительных мерах в регионе. Из-за неблагоприятной эпидситуации запрещаются массовые мероприятия с численностью 50 и выше человек. Допускается вместимость 50% в театрах, кинотеатрах, спортклубах и открытых бассейнах. Губернатор края Виктор Томенко заявил, что подпишет изменения к действующему ковидному указу в начале следующей недели. На совещании министр здравоохранения региона подвел предварительные итоги. За последнюю неделю количество коек в больницах и госпиталях возросло больше, чем на 1300. Свободны 18%. Доля пациентам, которым требуется ИВЛ, увеличилась. В связи с этим в краевых медучреждениях разворачивают дополнительные места. Из планов у нас на завтра в Мамонтовской ЦРБ разворачиваем, в Рубцовской ЦРБ разворачиваем этот плюс 120 коек. И со следующей недели мы перепрофилируем опять один корпус 12-й городской больницы и готовим краевую больницу. Также для того, чтобы поступающие с иными заболеваниями, но помимо этой инфицированной коронавирусной инфекцией, также могли получать эту медицинскую помощь. Распространение птичьего гриппа можно остановить, если вовремя обнаружить инфекцию. А как это сделать, рассказали специалисты управления ветеринария Алтайского края на учениях в Тальменском районе. Подробности в нашем сюжете. Птичий грипп и другие инфекционные заболевания могут в любой момент убить целые поголовья домашней птицы. Поэтому необходимо постоянно отслеживать ситуацию с распространением вирусов. Пять учреждений ветеринарии Алтайского края проводят учения в Тальменском районе. Там демонстрируют работу противоэпизоотических отрядов. Так называются группы специалистов, которые в случае вспышки инфекции будут работать в красных зонах. Но с целью купирования инфекции и быть готовым к отражению инфекции на территории Алтайского края проводим данные учения. И на сегодняшний день хотелось бы сказать, что при проведении мониторинговых исследований на грипптиц, в том числе и на африканскую ученую свиньи, у нас получен отрицательный результат. Всего в проведении исследований шесть этапов. Первый этап и, пожалуй, самый опасный – забор биоматериалов для дальнейших лабораторных исследований. Его продемонстрировали на примере обычной домашней курицы. Мы отбираем материал в стерильные контейнеры. Отбираются у нас легкие, трахея и кишечник. Кишечник у нас будет отбираться в отдельный контейнер. Другим способом выявить вирус невозможно. Сначала сотрудники отбирают материалы, тщательно упаковывают и готовят к транспортировке. Данные исследования опасны и для самих работников отрядов. Они находятся в непосредственном контакте с предполагаемо зараженным объектом. Поэтому после забора материалов необходимо пройти несколько пунктов с дезинфекцией и санитарной обработкой. Берет тоже салфетку, смачивает дезраствором. И сверху вниз также обрабатывает полностью весь защитный костюм «Химакс», чтобы обеззаразить и не допустить выноса инфекции из очага. В последний раз вспышка птичьего гриппа в Алтайском крае была зафиксирована на Вичихинском районе в 2014 году. По словам специалистов, риски возникновения новой высоки, поскольку много водоемов с дикой водоплавающей птицей. А некоторые подвиды вируса, например, грипп А птиц, способен вызвать у человека болезни различных степеней тяжести. Является высокомутагенным вирусом, который может преодолевать также и внутривидовые барьеры. Что это значит? При особых условиях данным заболеванием может заболеть также и человек, и другие виды животные, такие как свиньи. Территорию края уже разбили на шесть зон, где будут работать отряды. Подготовили около 800 специалистов. А также сформировали специальный состав техники на каждую из зон со всеми контрольно-пропускными дезинфицирующими пунктами. Алина Пенигина, Алексей Михайлов. Новости. Вместо громоздкого аппарата Елизарова внедрение титанного штифта в ногу. Уникальную методику лечения ортопедической патологии коленного сустава разработали барнаульские врачи. Уже прооперирован первый пациент Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Пять операций, восемь месяцев лечения. Алексей Ассачий получил тяжелую травму, когда работал на демонтаже здания. Упал потолок. Повредило правую ногу. Нас попросили, ну типа палат вот такой, ломать там. Там этот, томограф что ли собирались ставить. Ну, заканчивали уже, и с потолка упала. Кирпичи, ну, шукатурка вся, и меня прикрыло. Раньше пациентов с такими тяжелыми травмами колена отправляли в столичные больницы. К тому же, после операции по обездвиживанию пораженного сустава, нужно носить аппарат наружной фиксации. Аппарат Елизарова. Он большой, неудобный. Есть угроза вновь оказаться на столе у хирурга. Большой риск воспалительных через кожных элементов и через костных, что, соответственно, ухудшало качество жизни пациентов. Постоянно требовались перевязки, постоянно требовалось возвращение пациентов на стационарное лечение. Ну, и в связи с поиском решения данных проблем, то есть мы объединили две, скажем так, методики. Это штифтование бедра и штифтование голени. Новую методику лечения ортопедической патологии коленного сустава разработали барнаульские врачи. Иван Плотников и Андрей Меньшиков под руководством Анатолия Бондаренко, заведующего отделением тяжелой сочетанной травмы. В ногу вживляется штифт из титана, которому придали анатомический изгиб. Для каждого пациента он разрабатывается индивидуально. Больной может ходить уже на вторые сутки после операции. Медулярный остеосинтез разработан в начале 20 века. В настоящее время методика была доработана, она стала менее инвазивной. То есть пациента с минимальной травмой можно поставить на ноги в самое короткое время. Врачи представили методику на Евразийском ортопедическом форуме в Москве. 4 тысячи специалистов из 70 стран узнали о ней. Возможно, скоро медики со всего мира будут помогать пациентам по методу барнаульских врачей. Анастасия Меншакова, Алексей Шаульский. Новости. Сегодня в Барнауле под движущимся автомобилем провалилось асфальтовое покрытие. Инцидент произошел рядом со зданием барнаульского пивзавода по адресу Трактовая, 35. Одна из пострадавших, жительница Барнаула Людмила, которая в момент инцидента находилась на пассажирском месте, вспоминает. Ее муж выезжал с парковки, когда машина начала проваливаться под землю. От волнения я не могла отстегнуться. Ну, он, соответственно, в свою сторону, я в свою, в свою сторону я уже вылезти не могла. То есть там была вода. Я через окно, то есть вылезла и побежали с ним. На место происшествия прибыли сотрудники СГК. Специалисты объяснили, на территории находиться опасно. Под парковкой проходит тепловая сеть. Повреждение образовалось во время опрессовки, которую сейчас проводят в этом контуре. Вода подмыла грунт. Это и вызвало провал асфальтового покрытия. В СГК заверили. Ущерб пострадавшим компания возместит. В страховую компанию уже направили уведомления о происшествии. Представители Барнаульского ипподрома ответили на претензии жителей дома, который расположен на территории конно-спортивного комплекса. Ранее мы рассказывали о том, что людям выдвинули требования построить собственную дорогу. Этот дом на территории ипподрома был построен в 70-х годах для сотрудников конно-спортивного комплекса. Квартиры люди приватизировали. Однако со временем оказалось, что по современным градостроительным нормам его здесь в принципе быть не должно. Недовольство жителей вызвало запрет передвигаться по территории, по которой они ходили полвека. Если эту дорогу закроют и эту закроют, у нас некуда идти больше. А куда идти? Через забор прыгают. Тут в школе дети ходят. И не знаем, куда идти и что делать. В связи с тем, что это объект массового нахождения людей, а второе, здесь находятся лошади. Здесь особый ветеринарный режим. То есть не могут посторонние люди, животные, транспорт проникать на территорию Барнаульского ипподрома. Здесь пропускной режим. И вот эти все перемещения людей, свободные, они должны быть прекращены. Нельзя забывать историю, о чем я говорю. И если как-то исторически так получилось, что этот дом оказался внутри вашего земельного участка, то будьте любежны, окажите содействие в решении этого вопроса. Раньше жители ходили вдоль конюшен. Но три года назад эту дорогу закрыли. Теперь выбраться с территории ипподрома они могут на проспект Космонавтов и улицу Кавалерийскую. К слову, земельный участок, на котором расположен дом, до сих пор находится в собственности спортивного объекта. По словам представителей ипподрома, они неоднократно рекомендовали жителям оформить на него права. Чтобы сохранить ипподром, мы вкладываем в него собственные деньги. Средств на его содержание и развитие критически не хватает. Долгое время мы спонсорством занимать не можем. Поэтому нам нужно, чтобы вся площадь этого ипподрома эффективно использовалась. Единственное неудобство, которое мы им доставали, мы раз в год их уведомляем о том, что они должны оформить права под своим объектом, недвижимости под своим двухэтажным домом, оформить сначала право на земельный участок, который им был предоставлен вместе с приватизацией. В чем же причина сложившейся ситуации? Ипподром строили фактически в другой стране. Тогда были другие нормативные акты и санитарные требования к объекту. Пока решением проблемы может стать обращение в суд одной из сторон. Жителям необходимо оформить сервитуд, который бы четко определил границы участка на земле ипподрома, которыми они все-таки имеют право пользоваться. Софья Житина, Алина Пенегина, Михаил Лифуншан. Новости. Село Моралиха Краснощоковского района активно благоустраивается. Что нового появилось там за последние три года, расскажем далее. Население села Моралиха Краснощоковского района около полутора тысяч человек. Но игровой площадки здесь не было, поэтому дети собирались, где придется. Благодаря краевой программе поддержки местных инициатив такое место появилось. На сельском собрании единогласно решили, что нужно строить именно для детей. Стали собирать деньги. Жителям удалось внести в строительство 75 тысяч рублей, что составило около 10% от стоимости работ. Остальные средства были направлены из краевого бюджета. Дети стали больше здесь собираться, пакостить меньше стали. Тут под присмотром все-таки взрослые. И администрация здесь, и родители приходят. Даже из соседней деревни приезжают. Площадку возле монумента воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, облагородили в прошлом году. Сделали это по краевой программе благоустройства памятников к юбилею Победы. 9 мая этого года здесь провели первый митинг. У нас замечательная в этом году площадка для митингов. И все были очень рады и довольны. Мы здесь варили кашу, угощали население. Наибольшую радость жителям села принес капитальный ремонт школы. Сделали его в рамках программы «Доступная среда». Заменили кровлю, вставили окна, обшили стены. Также провели внутреннюю отделку кабинетов. Кроме того, установили новое оборудование в столовой. На этом благоустройство в Моралихе не заканчивается. Уже в этом месяце в центре села начнут монтировать площадку со спортивными тренажерами на открытом воздухе. Игорь Матаев, Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. В Павловском районе завершились соревнования сотрудников МЧС Сибирского федерального округа. Четыре дня спасатели соревновались в разных дисциплинах. Финальным этапом стало боевое развертывание. По итогам состязаний третье место осталось за спортсменами из Кемеровской области. Серебро у новосибирцев, а безоговорочным победителем стала команда Красноярского края. Алтайские спортсмены расположились на пятой строчке. Соревнования завершились торжественной передачей пожарного ствола представителям Кемеровской области. Именно там пройдут следующие старты. Уверен, что соревнования позволят спасателям, пожарным оттачивать свои навыки и позволить свои навыки применять в боевой работе. Еще раз хотел бы благодарить всех участников соревнований, спортсменам пожелать успехов и всего самого хорошего. Спорт – дело семейное. Так считают супруги Герасимовы из села Березовка Краснощоковского района. Они приучают своих дочерей к здоровому образу жизни и регулярно участвуют в краевых соревнованиях. Дартс – упражнения на пресс, подтягивания и бег. Привычная тренировочная программа для семьи Герасимовых. С 2018 года Яна и Олег вместе со своими детьми дважды в год участвуют в краевых соревнованиях «Спортивная семья». И занимают призовые места. Состязания проходят в двух категориях – отдельно для семей с мальчиками и с девочками. Участвует только один ребенок в возрасте до 12 лет. Соревнования проводят два раза в год – летом в программе «Бег», а зимой – «Лыжи». Мы первые соревнования выступали на лыжах, а с лыжами не дружил никто. Вообще, ну никак. И дочь вот затянули эти лыжи, и на следующие зимние она уже была вторая среди девочек в крае. То есть вот спортивная злость появляется, и охота была добиться результата. Ездила уже в этом году в Ость-Калманский район, в Новичихинский. Новичихи заняла третье и второе место. 32 подтягивания – это районный рекорд, который Олег установил на летних соревнованиях. Каждым из них готовится серьезно. Регулярно занимается тяжелая атлетика в спортивном зале местной школы. Ну, самое главное – встать с дивана. А потом, как бы, иногда бывает, что нет, сегодня не пойду. Только доходишь до ворот, и все, появляются какие-то силы, и начинаем тренироваться. Младшей дочери Полине 8 лет. Уже в детском саду она обыгрывала в шашке маленьких соперников со всего района. А играть ее научила старшая сестра. Нравится побеждать. Все члены семьи Герасимовых получили золотые значки ГТО. Соревнованиями они не ограничиваются. Тренируются регулярно. Все вместе. Впереди краевые старты, которые пройдут 22 июля в селе Мамонтово. И семья, жадная до медалей, нацелена на победу. Артем Тарасов, Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. На сегодня это все новости. Больше вы можете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Там мы представлены на всех площадках. В Фейсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте и в Инстаграме. Присылайте свои темы и о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках. А я на этом с вами прощаюсь. С вами была Анна Москаленко. Хороших вам выходных. Не переключайтесь. И до встречи в эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok